По состоянию на 15 июля ремонтная работа на объектах теплоэнергетики продолжается в соответствии с разреженным графиком. Из 8, 10 и 20 котлов, стоящих на учёте в дегетариальных подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям, тепловую нагрузку от объединения сезона 2013 года будут исти 791 котёл. Из 791 котла запланирован ремонт 625 котлов. В настоящий момент отремонтировано 186 котлов, что составляет 30% от количества запланированных котлов в ремонт. Наиболее высокий процент готовности котлов к отопительному сезону – это Мангуставовская область 85%, Атаровская область 80%. В городах Астана, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Джамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях – средний процент от 23 до 52%. Низкий показатель по готовности котлов – это Южно-Казахстанская и Восток-Казахстанская областях – ниже 15%. В то же время отсутствует информация о принимаемых мерах в Западно-Казахстанской области в целях исключения случаев аварийных остановок котлов Уральской ТЭС, АО «ЖАИК Теплоэнерго», из-за имеющейся вероятности перебоев газоснабжения ТЭС по причине физического износа газопровода высокого давления, который эксплуатируется с 80-го года прошлого столетия, является единственным источником газоснабжения Уральской ТЭС. В связи с интенсивным развитием города Ураль к данному газопроводу подключаются новые потребители, что он может создать дефицит подачи газа на ТЭС, особенно в период пиковых нагрузок и низких температур в отопительный период. В связи с этим полагаем следесообразным рассмотреть вопрос строительства резервного газопровода Западно-Казахстанской области. Уважаемый Сергей Кнегментович, хотелось бы обратить внимание Акимов на местах и руководителей энергопредприятий на необходимость проведения обследования состояния зданий и сооружений, элементов проблей и дымовых труб в целях предупреждения чущественной ситуации из-за их обрушения, тем самым обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2012-2014 года. Благодарю за внимание.